В этом видео мы с вами рассмотрим такое интересное явление, как Это пять местоимений, которые применяются в тех случаях, когда речь идет о двух предметах или двух людях. Первое – это вопросительное местоимение Второе – местоимение Другая форма местоимения Местоимение Используется в отрицании, когда мы говорим «ни один из двух». И, наконец, местоимение Используется, когда мы говорим об одном из двух. Итак, давайте теперь посмотрим на примерах, как именно употребляются эти местоимения в речи, предложениях. Переведем эти примеры на русский язык и потом сделаем выводы. Сначала по примеру на каждое местоимение Какая из девочек красивая? Обе очень красивые Используются, когда мы говорим «ни одна не красивая» Как видите, ничего особо сложного тут нет. Разберем теперь каждое местоимение отдельно и начнем с вопросительного «кумпи» Во-первых, «кумпи» используется только в вопросе. Во-вторых, это местоимение, как и другие, изменяется по падежам и числам. А теперь примеры Кумпи силмяsi он паремпи? Какой из твоих глаз лучше? Кумпи силмяsi он паремпи? У нас два глаза, поэтому мы используем вопросительное местоимение «кумпи» Какой из двух? Куммала käдellä sä kirjoitat? Какой рукой ты пишешь? Куммала käдellä sä kirjoitat? У нас две руки, поэтому мы используем вопросительное местоимение «кумпи», но в падеже «адессиви» Куммат sinä айот laittaa jalkaan, valkoiset vai mustat kengät? Какие ты собираешься надеть? Белые или черные ботинки? Куммат sinä айот laittaa jalkaan, valkoiset vai mustat kengät? В данном случае мы говорим о выборе из двух пар Пара белых ботинок и пара черных ботинок Поэтому логично использовать местоимение «кумпи» Так как в паре два ботинка, и мы говорим о них во множественном числе Вопросительное местоимение «кумпи» мы тоже ставим во множественное число Куммат Поехали дальше Местоимение «кумпикин» – «оба» Это местоимение используется в утвердительных предложениях Местоимение состоит из двух частей «кумпи» и «кин» Первая часть «кумпи» изменяется по падежам и числам Вторая часть «кин» не изменяется и всегда ставится после окончания падежа Куммалакин у обоих Minä osaan kirjoittaa kummallakin käдelläni Я умею писать обеими руками Minä osaan kirjoittaa kummallakin käдelläni Кумматкин кengят ovat tyylikkäят Обе пары ботинок стильные Кумматкин кengят ovat tyylikkäят Кумпикин велистäni on töissä Оба мои браты работают Кумпикин велистäni on töissä В этих примерах перевод довольно простой Обратите внимание, в третьем примере дословно Оба из моих братьев Кумпикин велистäni Другое местоимение, которое мы будем переводить так же словом оба Молеммат С ним будет идти множественное число Minä osaan kirjoittaa molemmilla käsillä Я умею писать обеими руками Minä osaan kirjoittaa molemmilla käsillä Minä otan mukaan molemmat housut Я возьму с собой обе пары штанов Minä otan mukaan molemmat housut En ota mukaan molempia housuja Я не возьму с собой обе пары штанов Обратите внимание, в отрицании портитив множественного числа En ota mukaan molempia housuja Molemmat veljistäni ovat töissä Ja molemmat veljeni ovat töissä Оба мои брати работают Здесь можно сказать и так и так Molemmat veljistäni ovat töissä Ja molemmat veljeni ovat töissä Следующее местоимение kumpi kaan Используется в отрицании Ни один из двух Либо оба плюс отрицания Как и в случае с kumpikin kumpi kaan состоит из двух частей kumpi и отрицательной частички kaan Первая часть kumpi изменяется по падежам и числам Частичка kaan ставится после окончания падежа Кumpikaan sisкоистani ei ole vielä naimisissa Ни одна из моих сестер еще не замужен Сестер две так что используем кумпикаan Кumpikaan sisкоистani ei ole vielä naimisissa Кумматкаан кенгят eivät sovi minulle Ни одна из двух пар ботинок мне не подходит Или Обе пары ботинок Йомпикумпи Один из двух Оно тоже состоит из двух частей Йомпи и кумпи Только вот на этот раз изменяются по падежам и числам обе части Ни одна из двух пар ботинок Выбери уже одну из пар Итак, мы вкратце ознакомились с двойственными местоимениями финского языка В описании к видео вы найдете ссылки на дополнительные материалы спряжения о местоимении по падежам и числам примеры По ссылкам есть и упражнения Не забывайте заглядывать на страничку сообщества Туда минимум раз в неделю выкладываются материалы На странице Sanosuonex в фейсбуке новые материалы каждый день С февраля 2021 года на нашем канале открываются спонсорские подписки Подробнее на странице сообщества Всем легкого и приятного обучения!